Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Новые дороги Анапы. Что планируют сделать в этом году городские коммунальщики? Быть полезным людям. Секрет долголетия раскрыл нашим корреспондентам ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Петров. В светлые мгновения Великого праздника в Анапе объявлен необычный конкурс на самое интересное фото семейных пасхальных традиций. Усилить контроль на местах за бывшими осужденными по статьям, связанным с наркотиками. Такое распоряжение дал заместитель главы Сергей Козлов на совместном заседании антинаркотической комиссии и Совета общественности Джигинского сельского округа, которое сегодня прошло в станице Анапской. Это потенциальные носители этого зла. Понятно, да? Это четко нужно. Они должны быть на постоянном профилактическом, на контроле и профилактическом учете. Тем, кто субъекта профилактической, четко должны себе представлять, в том числе и участковые, и полномочные полиции. С этой ответственность никто ни с кого не снимал. Конкретизируйте эту работу, закрепите каждого участкового за ними. Список должен он иметь, посещение, график когда, где, как, агротивная работа. Должны с соседями работать, сосед знает лучше, чем кто бы то ни было. Ходит он, употребляет, заходит к нему там кто-то, или приобретает у него, колется он сам, не колется он сам, и так далее, и так далее, и так далее. Не мне вам объяснять, вы это прекрасно знаете, как делать это нужно. Как известно, секрет хорошего самочувствия человека на 50% определяется образом жизни. Анапский центр медицинской профилактики проводит занятия в школах здоровья для всех желающих по таким темам, как профилактика артериальной гипертонии, сахарного диабета, а также рациональное питание и профилактика стоматологических заболеваний у детей. Слушатели курсов получат знания, которые помогут сохранить здоровье и предупредить развитие осложнений. Занятия будут проводиться в мае этого года для всех бесплатно. Телефон Центра медицинской профилактики города-курорта Анапа, по которому можно получить подробную информацию, 5-44-87. И к другой теме. Новая дорога теперь ведет к усатовой балке. Раньше к утру подъехать было весьма проблематично. Выбоины и ямы практически не оставляли шансов на долголетие подвески авто. Теперь все изменилось кардинальным образом. Уже в ближайшие дни все работы будут закончены. Осталось нанести разметку и поставить дорожные знаки. Городские коммунальные службы на этом останавливаться не намерены. Дорожное полотно обновят в Субсехе, Чембурке, Станице Анапской и Благовещенской, а также Витязево. У нас в течение нескольких лет были обращения от жителей хутора о том, что у них отсутствует нормальная прямая подъездная дорога к населенному пункту. Так как мероприятие затратное, долго не могли изыскать средства для ремонта дороги. В этом году мы их нашли, заключили контракт предприятия, выигравшие конкурс подрядчик за фирма «Автогрейд». Согласно контракту приступила к работам, выполняет их сейчас как бы полным ходом. Работы будут завершены в ближайшее время. У нас программа, она довольно внушительная по финансовым средствам. Это все средства местного бюджета. Она затрагивает просто не одно сельское поселение, а несколько сельских поселений. Эти работы начались и будут продолжаться. В Анапе живет ветеран Великой Отечественной войны, который написал мемуары по просьбе правнучки. А общественники называют его не иначе, как легендарной личностью и не за военные, а за гражданские заслуги. Вот с прошлого года не разбирал. Николаю Ивановичу в этом году будет 95 лет. 50 из них он прожил в Анапе. Николай Иванович Петров, я считаю, легендарная личность для нашего города, потому что он был прекрасным главным врачом нашей городской больницы. Благодаря ему у нас появилось новое здание санэпидемстанции. У нас появилось самое главное медицинское училище. Это его была идея и, собственно, это его детище. Сам Николай Иванович говорит, что старался быть полезным людям. Считает, что в том числе и в этом кроется секрет долголетия. Чтобы не было стыдно потом перед людьми и поколениями, что ты не сделал или не доделал что-то, не мог сделать то, что нужно было бы для людей. Поэтому я старался исключительно для того, чтобы быть полезным и сделать как можно больше такого, чтобы было нужно людям для их жизни, здоровья и благополучия. Быть максимально полезным – это одна из черт, которая объединяет поколения тех, кто прошел войну. Фотографии с тех времен сохранилось всего две, потому что было не до этого. В армию его призвали в 1939-м. Уже тогда Николай Петров хотел стать врачом, но отсрочек на учебу уже не давали. В 1941-м, как и все, рвался на фронт. Потом его отправили учиться на фельдшера. Но в итоге оказалось, что пулеметчике стране нужнее. Эту тетрадь Николаю Ивановичу подарила правнучка, прямо подписав, что она для мемуаров. В этой рукописи рассказано, в частности, как он еще в детстве познакомился со своей будущей супругой, а поженились они в 1943-м, в самый разгар войны, и прожили вместе 65 лет. Говорит, что как автор старался сделать на этом один из главных акцентов. По словам Николая Петрова, в нынешнем поколении юношей и девушек просматриваются некоторые черты, характеры и взгляды свойственной молодежи 30-40-х годов, в том числе и патриотизм. Кажется, в современных условиях это движение сейчас становится популярным, и поэтому они вроде не уступают своим предкам, чтобы они верно служили, были добросовестными, настоящими гражданами нашей России. В селе Варваровка состоится традиционная акция «Десант Славы». Она посвящается подвигу героически погибшего 1 мая 1943 года десантного отряда моряков-разведчиков под командованием Герой Советского Союза капитана Дмитрия Семеновича Калинина. В рамках акции пройдет торжественный митинг. Также запланированы военно-спортивные соревнования среди студентов, школьников и молодежи сельских округов. Для всех гостей «Десанта Славы» будет развернута полевая кухня. Принять участие в военно-патриотической акции «Десант Славы» может каждый желающий. Начало мероприятия 29 апреля в 10 часов по адресу села Варваровка, улица Десантная, район вертолетной площадки. Совсем скоро старшеклассникам предстоит нелегкое и ответственное испытание – сдача единого государственного экзамена. В Краснодарском крае все 133 пункта сдачи в этом году оборудуют системами видеонаблюдения. Также будут внедрены технологии печати и сканирования экзаменационных материалов непосредственно в пунктах экзаменов. Проведение ЕГЭ задействует более 30 тысяч организаторов. По словам вице-губернатора Анны Меньковой, цитирую, «Это очень сложный период в жизни наших детей. Необходимо сделать все, чтобы экзамены прошли максимально организованно, объективно и в комфортной для ребят обстановке». Конец цитаты. Единый госэкзамен в этом году будут задавать более 23 тысяч человек на тысячу больше, чем годом ранее. И к другой теме. На фотоконкурсе «Светлая Пасха» можно поделиться радостью. Организаторами выступили Управление по делам молодежи и Православное объединение Круг. Стать участником очень просто. Нужно выложить свои фотографии, связанные с пасхальными традициями семьи или друзей, в альбом по электронному адресу, указанному на экране, или в Инстаграм с хэштегом «Пасха Анапа». Под фотографии необходимо указать имя автора и дату создания фото. Конкурс продлится до 8 мая. Работы победителей украсят молодежный билборд социальной рекламой. По сообщению Кубанинерго, завтра, 28 апреля, в связи с проведением ремонтных работ, будет частично прерванное электроснабжение с 12 до 17 часов. В Джигинке, Ханчакраке, Черном, Розале, Кусимбург, Рассвете, Усатовой Балке, Заре, Тарусине и Анапской. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 54222 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok